Три грамматических урока, посвященные существительному как категории грамматической в английском языке. Несколько шпаргалочек о существительном. Казалось бы, должно быть все уже ясно, просто и понятно. И вот, пожалуйста, пример, который заставляет задуматься. 10 фунтов – это же множественное число, это же много. Почему глагол «из» в единственном числе? Как говорится, век живи, век учись. Live and learn. Welcome to Marina K Class. Добро пожаловать в шпаргалки на педеминутку. Приветствую старых и новых подписчиков. Благодарю за ваши лайки, комментарии, донаты. Желаю всем прекрасного и, главное, полезного времени на уроке. Я всегда радуюсь, если вы что-то узнаете для себя новое, а мои уроки для вас оказываются полезными. Как вы уже догадались, мы сегодня разберемся со случаями, которые буквально устраивают взрыв мозга. Если вы запомнили принцип, о котором я рассказывала в последней шпаргалке до 5 минутки, то и с этим случаем мы разберемся с вами легко. С такими выражениями, как Мы используем глагол «во множественном числе». При том, что внешне в этих выражениях присутствует неопределенный артикль «э», который используется, ну, обычно с единственным числом. Сами слова на русский язык мы переводим в единственном числе. Большинство, меньшинство. Мы все-таки подразумеваем от двух и более участников данного процесса. Отсюда и глагол «во множественном числе». Многие из них опоздали. Значит, больше двух. The rest of the members are ill. Оставшиеся участники больны. Опять же, больше двух. Это уже много. The majority have disagreed to have lunch. Большинство не согласилось пообедать. A number of people have complained about the noise. Какое-то количество людей. Опять же, больше двух. Пожаловалось на шум. A group of teenagers help the old people every Saturday. Во всех примерах мы говорим о нескольких людях, как минимум, больше двух. И мы везде использовали глагол во множественном числе. В примере. Our sum thinks there are a number of reasons for staying up late. Мы говорим о нескольких причинах. Их тоже наверняка больше двух. Со множественным числом разобрались. Переходим к единственному числу. Выражение, которое описывают количество денег, период времени, расстояние, вес, государство, состоящее из нескольких штатов, там, республик, эмиратов и тому подобных частей, блюдо, как часть одной трапезы. И тому подобное явление работают с глаголом в единственном числе. Потому что имеют в виду это количество денег, этот период времени или расстояние, или трапезу, как единое целое юнит. Помните, в прошлой шпаргалкиной пятиминутке мы как раз об этом говорили, что если что-то имеем в виду, как единое целое, как юнит, мы работаем с ним, как будто это единственное число. И здесь та же самая история. 10 pounds is too much to pay. 10 pounds идет одна общая целая сумма. A hundred thousand dollars was paid for Picasso's painting. Опять же, это сотня тысяч долларов, одна целая сумма. Two weeks wasn't enough holiday. Two weeks в данном случае один период времени. The United States is smaller than Canada. The United States, конечно, состоит из штатов. Их много. Но это единое целое государство. Hamburgers and chips is not a healthy lunch. Hamburgers and chips – это один прием пищи. Это блюда, которые входят в одну трапезу. Единственное число. Two kilos is a pretty small for a newborn baby. И two kilos в данном случае тоже один вес общий у этого малыша. По этому правилу используем глагол во множественном числе с такими выражениями, как One of – плюс существительное во множественном числе. More than one – плюс существительное в единственном числе. More than one person disagrees. One of the children has lost a shoe. Собираем нашу шпаргалочку. Больше не ошибаемся. Не забываем, что скачать материалы в удобном для вас формате можно в группе Telegram. Подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых событий. А я с нетерпением жду вас в следующем уроке. Bye!